Это как бы изюминка, мякотка, как бы там еще... Конечно, да весь мир продюсерок. Почему это экологично? 21 век, потому что все сгорает. Сгорает. Это не экологично, это настолько же экологично, настолько, что и утилизация. Короче, потом это не надо, с этим ничего больше не надо делать, правильно? Нет, нет, смотрите, смотрите, какая фишка. Есть общее заблуждение, что вывозить мусор куда-то на свалку, где он одной гигантской кучей, лежит более экологично, чем его сжигание, потому что при сжигании он не сгорает полностью, выделяются вредные вещества. Да, так вот, если сжигать правильно, вот как я рассчитал, да, как здесь записано, вот, собственно говоря, чтобы в общем пригорении получалась температура больше 1000 градусов, то перегоряют, рают все продукты пластикового мусора, все углеврагодороды перегорают. Какого размера должен быть этот колодец? Минимальный какой, не колодец, он на прехне. Ну, в смысле, ну, бутербродим, бутербродим. Сколько нас собираем, но у нас в целом по практике своей, могу сказать, меньше, чем по пуп не получается, когда мы мусор от мусора чистим. А, ну, собственно говоря, пирамидкой, пирамидкой, в зависимости от того, сколько у тебя будет мусора. Вот так, пирамидкой? Да, 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 ну, нижний слой, дрова, верхний слой. А нижний максимальный какой? Ну, там больше. Чем больше, тем лучше. Ты же кучу мусора, видишь, перед тем, как начнешь складывать? Да, да, да. Мы можем, соответственно, примерно... Вот, смотрите, как это все работает, да. Керосин при горении, собственно, керосин на вспышке выдает порядка 200 градусов. От этой температуры достаточно, чтобы разом воспламенилось дерево. Мы берем усредненно сосну, как наиболее распространенный вариант. Сосна при горении выдает 600 градусов. От 600 градусов в пластике начинается пиролизм. То есть он не просто горит, он начинает выделять из себя природный газ и синтетическую нефть. Вот вы видели, как скупоживается пакетик, а потом с него капать начинает, когда он горит? Это он неправильно горит. Вот то, что с него капает, это синтетическая нефть. Если его сжигать неправильно, он укапает весь в залу, и там останется плюха и будет медленно плеть. Если грамотно сложить костер, то вот эта вот нефть, которая из него выделяется, она тут же сгорает. Тут же сгорает природный газ, это все подбрасывает температуру горения до 1200 градусов. При 1200 градусах начинает плавиться стекло, стеклянная тара, которая лежит в костре, собственно говоря. Стекло становится хрупким в процессе, и вот простую стеклянную бутылку, ее не вдруг расколешь, даже если захочешь. После этого она становится хрупкой, подлится, щелчком пальцев разбивается, закапывается в землю, и это становится простыми камешками. Их корни растений просто вот за несколько лет в песок раструшат. Вот, собственно говоря, это все дело горит, 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 горит и выходит на самоподдерживающийся режим, собственно говоря. Тем больше температура в горящей куче, собственно говоря, тем активнее идет пиролиз, чем активнее идет пиролиз, тем больше температура на вспышку. В итоге сгорает все, кроме минеральных веществ, содержащихся в пластике. Все вот эти вот вредные выхлопы, сажа, все это сгорает в костре. Далее. Потом, собственно говоря, по мере того, как выгорает, собственно говоря, дровяная уже начинка, за это время успевают раскалиться металлические жестяные банки, к примеру, содержащиеся в костре. Они раскаляются до бела, и дальше они уже выступают как аккумуляторы тепла. Дальше они уже за счет своего тепла поддерживают пиролиз. Нужно просто бегать садской кочергой вокруг этого демонического костра. Укрупнять кучу. Да, 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 да. И подбивать кучу к центру, собственно говоря. В результате, это все достаточно долго горит, 2-3 часа, иногда 4. Вот. В результате, после того, как костер остывает, мы, собственно говоря, получаем лужицу запеченного стекла, поплавившиеся бутылки и плюху. В плавившую... Ну, выгорает все это сразу до песка, скажу. Поэтому нужно место, нужно место пригодное для... Ну, которое не жалко, короче. Вот. Потому что там уже расти ничего не будет. Вот. После этого ты приходишь через день, через два, когда костер остыл, стыл просто лопатой, собираешь из грунта вот эту вот плюху с прессованной токсичной золы, упакуешь ее в один мусорный мешок и выносишь на мусор. Так. А стекло и жесть закапываешь. Значит, еще раз расскажу. А вам, батенька, я все это расскажу на 40 минут, подробно, по конспекту. Так, вот сейчас, подожди пока. Скажи мне, керосин и бензин заменяемы? Нет, керосин. Категорически не рекомендую бензин. Бензин прикольный, но с ним можно покалечиться. А какое дерево можно брать? Есть. Какое угодно. Я просто исходил из сосны, потому что это средняя, скажем так, по больнице. Ее больше всего, она чаще всего. И у нее средние показатели по температуре горели. Спасибо. Отлично. Так, значит, сейчас стоп. Которые своим примером, своими словами будут радовать за поддержание чистоты. За то, что эковзнос это не формальность, а суровая необходимость. Потому что мусорные пакеты, бензин у транспорта, это все, конечно, деньги небольшие, но не бесплатные. Вот. Их нужно покупать, их нужно добывать. Собственно говоря, духом леса необходимо приносить жертвы, чтобы они обеспечивали режим благоприятствования. И у них было желание приезжать за вашим, собственно говоря, мусором. Вот. Собственно говоря. Все это стоит денег. И эковзнос здесь хорошее подспорье. Собственно говоря. Как, собственно, я считаю разумным поступать. Если люди, собственно говоря, насрали и уехали за битный эковзнос, во-первых, собственно говоря, необходимо о этих замечательных героях известить. Потому что то, что они заплатили эковзнос, не отменяет того факта, что они после себя насрали. Ну, то есть, как бы, у нас здесь на минутку не шайка по предоставлению ролевых услуг. Мы здесь одним колпозом одно дело делаем. И если человек оставил после себя насраная, то, я полагаю, всем заинтересованным людям должно быть стать известным, что от этого человека можно такого ожидать. Чтобы они на будущее знали, с кем имеют дело. Далее, собственно говоря, эковзнос имеет смысл пустить на расходы по утилизации мусора и оставшуюся сумму разделить между волонтерами, которые этот мусор убирают. Потому что это, конечно, деньги небольшие, они им не нужны, они не ради денег убирают, а за идею. Но я считаю, что, как бы, доброе дело должно вознаграждаться. Уборка мусора за собой – это наша почетная обязанность. Если кто-то убрал не только за собой, но и за товарищем, он перевыполнил план. Перевыполнение плана вознаграждается премией. По-моему, вполне справедливо. Вот, что еще можно сказать? Пум-пурум-пурум-пурум-пурум. Ну, вроде, собственно говоря, все. Про разделение мусоросборки на играх и при уборке мусора, как отдельного мероприятия, сказал. Спасибо за внимание. Каким образом жечь спонбонд и нитканку? Нитканку жечь не надо. Нитканку нужно упаковывать, нычить, а потом юзать на следующее мероприятие. Она после катушки... Только дикие восточные варвары сжигают по спонбону нитканку. Она после игры занимает место в 4-5-10 раз больше. Упаковывайте плотно. Мы в Беларуси ничего не выбрасываем. Понятно. Могу еще рассказать, как мы дошли до такой жизни, что у нас взаимопонимание с лесниками. Так, давай, останавливаю вот эту сейчас. Из зала поступают вопросы. Как мы в нашем благословенном синеком крае дошли до такой замечательной жизни, что у нас налажены отношения с лесниками? Эта история достойна отдельной исландской саги. Но мы не располагаем временем на исландскую сагу, поэтому отвечаю коротенько, собственно говоря. Это был долгий путь, полный проб и ошибок. Собственно говоря, есть у нас два полигона. Один мы используем уже 15 лет, второй мы используем 20 лет. Начну с того, который 15 лет. Нас там с лесниками, как ни странно, стал, свел лесной пожар. Мы подожгли лес. Ну, бывает так иногда, собственно говоря. Была игра. Игра проходила в чрезвычайно сухое время года. Был человек, ролевик, персонажиком которого был тролль. Дикий лесной тролль, людоед с дубьем, с дубиной. Человек подошел очень ответственно. Кот и грушу. Прямо как в знаменитой песне. Он несется с диким криком, потому что кошкин тролль. У него была дубина из елового бревна, набедренная повязка и ничего больше. И он так весело скакал по лесу, добыл девушку и решил, чтобы было еще веселее смоделировать ее готовку девушки на настоящем огне. Вот, собственно говоря, он развел костерок, не соблюдая технику безопасности. Вот прям сгреб шишечки вместе и подпалил. Пошел, пал по мху. Человек босый. У него при себе ничего нет, сбить пал не получилось. Пал позаскочил на деревья, случился нехилый такой пожарище. Вот, собственно говоря. Люди частично с полигона эвакуировались, частично остались и помогали лесникам тушить. И лесники сказали, вот, человек не пытался скрыться, честно вышел на суд общества, признался, покаялся, заплатил штраф, принес искупительные жертвы духом леса, собственно говоря. И лесники сказали, блин, ребята, вы приличные люди, с вами можно и нет дела. Туристы-то лес подожгут и убегают. А вы пришли, признали, заплатили штраф, помогали тушить. Вы приличные люди, с вами можно и нет дела. На следующий год мы выехали на озеленение. Ну, там сгорело, так неплохо, собственно говоря, гектара два. И мы выехали, собственно говоря, заглаживать свою вину, засадили все елочками на следующий год. И теперь, с тех пор продолжаем каждый год выезжать, засаживать елочками по весне. Вот, и лесники окончательно убедились, что мы замечательные люди. Вот, там уже сменилось, собственно говоря, несколько каких-то верховных лесников. Они нас друг другу передают по наследству, что здесь лесу такие домики, а в них такие странные персонажи. Не трогай их, они полезны. Вот, собственно говоря, мы по весне выезжаем сажать лес. Вдаем на утверждение леснику, собственно говоря, список наших мероприятий на сезон. Вот, и лесник, соответственно, знает, что мы, и когда мы будем его в лесу, и, соответственно, дает добро, или говорит, что по датам имеет смысл сместиться. Потому что, к примеру, на это время у них комиссии на список быть не должно. Ну, соответственно, у нас джентльменские соглашения. Мы им честно говорим, что мы в лесу, где и когда. Они нас честно предупреждают, собственно говоря, где к ним можно приходить, когда к ним нельзя приходить. А если уже случилось так, что на полигоне пересеклись мы и люди, которые не рады нас там видеть, они просто этих людей повезут в то место, где нас нет. Вот, опять же, у них своя лесопилка, мы у них закупаем второй материалы. Вот, прям по соседству от полигона пару километров в целом, вполне нормальное взаимосотрудничество. Мы поддерживаем чистоту в лесу, выполняем функции зеленого патруля, убираем мусор, сажаем зеленое насаждение, вот, содержим в порядке туристические стоянки вместе со своими крепостями. И они оформили наши крепости как туристические стоянки. Все довольны, все счастливы. Отлично. Да. Вот, собственно говоря. На втором нашем полигоне, который мы уже 20 лет используем, все было не настолько радужно, потому что там у нас не было никогда необходимости входить в плотную смычку с лесниками. Ну, потому что полигон не сильно далеко от города. А что самое главное, как-то так исторически сложилось, что большие многодневные игры он приходил вот на этом, на новом полигоне. Вот. А на старом полигоне у нас проходили стандартного формата. Игры там вечер, пятница, утро, воскресенье. И вовсе однодневные. Ну, то есть, не было необходимости в каких-то там мегакапитальных сооружениях. А что самое главное, ну, то есть, как бы, мы лесникев там никогда не интересовали. То есть, там проходной двор, с одной стороны дачи, с другой стороны дачи, собственно говоря, какие-то студенты постоянно бегают. Ну, одним придурком в лесу больше, одним придурком в лесу меньше. Вот. Они нас не трогали, мы их не трогали. Но, недавно было внесено, собственно говоря, изменение в Белорусский земельный кодекс. И нам проинформировали, что все наши крепости в лесу, которые стоят, они стоят незаконно. Потому что теперь за постройки в лесу нужно платить, покупать землю, оформлять все это официально. А что не оформлено официально, то подлежит сносу. Вот. Мы, собственно говоря, взяли под козырек, учли изменение линии партии, собственно говоря. Благо, особой нужды в капитальных строениях на этом полигоне у нас не было, собственно говоря. Там игры с глобальной боевкой и особо-то и раньше не проводилось, сейчас не проводится вообще практически. Вот. И сейчас мы там, собственно говоря, используем временное строение из нетканки, из, собственно говоря, деревянных щитов, привязанных деревьев, которые, собственно говоря, после игры снимаем и складируем в тайном месте. Вот. Но это был важный контакт, потому что вот пришли мы в лес по крепости, внезапно все спилили. Как это так? Пошли к лесникам, сказали, товарищи, у нас крепости спилили, они сказали, а мы знаем, да мы их спилили. И уже вот пошел обмен информацией. Мы им, а они нам, б, познакомились, пообщались, собственно говоря. Вот. Нам объяснили, на каких условиях мы дальше можем пользоваться полигоном. Мы сочли эти условия для себя приемлемыми. Вот. Со своей стороны проинформировали лесников о той громадной пользе, которую мы приносим полигону, сажая елочки и убирая мусор. Вот. И они сочли, что мы в таком качестве, им на полигоне тоже приемлемы. Вот. И, собственно говоря, вот мы организованно собираем мусор, информируем их, куда и как мы его привезли, и они его забирают, собственно говоря. Все довольны, все счастливы. Вот. Если один человек, собственно говоря, может помочь другому избавиться от ненужных вещей, почему нет, собственно говоря. Вот. Как-то так. Круто. Вот. Вся фишка в чем? Как это? Не нужно срать там, где ешь. Относись к лесу, как к своему дому, и он будет для тебя дома. Всем привет. Спасибо.